Библейский портал экзегет.ру представляет Это не каноническая книга Ветхого Завета, то есть она не входит, строго говоря, в библейский канон, но в православной, а заодно и в католической традиции присутствует в изданиях Библии, как такая вот пограничная книга, все, что у нас не канон, это все писание, но не совсем. И в качестве такой, конечно, она нас совершенно не должна смущать, сможет содержать скорее, ну, некоторый опыт прочтения канонических библейских книг последующими поколениями, вот про нее это абсолютно точно. Почему я уверен, что автор не Соломон? Книга написана на древнегреческом. Еврейского оригинала не только нет, в некоторых местах невозможно представить себя, как это сказать по древнееврейски, ну, а царь Соломон жил все времена, когда литературный греческий язык еще даже не сложился, поэтому, конечно, он писать по-гречески не мог. Видимо, она написана где-то в третьем, втором, может быть, даже первом веке до нашей эры, а где, скорее всего, в Александрии, потому что это центр, где достаточно много иудеев, где вообще книжность процветает, библиотека первая в мире, и она не только собрание книг, но и культурный центр, но и образовательный центр того времени. И, конечно, местные иудеи уже в значительной степени говорили на греческом языке, на языке общей культуры того времени, так же, как сегодня. Они говорят в Нью-Йорке по-английски, в Москве по-русски, в Париже по-французски. Это понятно. И, тем не менее, эта книга, она вполне относится к этой самой ветхозаветной израильской традиции, и можно ее считать некоторым таким вот размышлением на тему других книг премудрости канонических. И Соломон та фигура, которая соединяет эти книги воедино, он считается автором, естественно, книги-притчи, хотя даже там есть места, которые цитируют других мудрецов. Ну, кроме того, и «Песня песни», вроде как его, хотя тоже большие сомнения насчет ее авторства «Экклезиаст», тоже скорее, наверное, как литературный образ видит мудрого царя в старости на троне, но премудрость Соломона уж совершенно точно не Соломонова физически. Так ведь книга-то не говорит «Здрасте, я Соломон», а книга излагает некоторые взгляды, которые продолжают традицию Соломоновой мудрости. Интересно, что она начинается сразу с проповеди. «Любите справедливость, судьи земли, право мыслить о Господа и в простоте сердца ищите его». Почему? Почему бы не начать с каких-то богословских положений? Да все и так все знают. А вот в чем заключается правота верующего? «Любите справедливость, судьи земли». Слушайте, как много людей не согласятся с Соломоном. Они скажут, нет, надо молиться, поститься, соблюдать заповеди, мне лично. Ни в коем случае не касаться судей земли. Ну, что, это неудобно. Это как-то неприлично их обзывать несправедливыми. А то, знаете, они обидятся и меня осудить могут. С этого начинается книга. То есть пока нет социальной справедливости, все остальные разговоры о Боге — это пустословие. Потому что если нищий, бедный, угнетенный не получает справедливости, на чем вообще дальше говорить? Тогда мы живем просто, ну, как звери в лесу, да? То есть кто посильнее, ест того, кто послабее. Право мыслить о Господу на втором месте. Почему не на первом? Право мыслить о Господе и потому любить и справедливость. Да, видимо, потому что какие-то очевидные, очевидные нарушения господних заповедей, они отсекают человека и от восприятия Бога. И пока он любит несправедливость, он не может право мыслить о Господе, он неизбежно будет оправдывать Богом свою несправедливость. И в простоте сердца ищите его в самом конце. Странно. Не лучше ли с этого начать? А ведь дело в том, что поиск Господа начинается с того, что человек признает, что Бог ему нужен. И вот это тоже некоторое сложное усилие, волевое, интеллектуальное, духовное. Ибо он обретается неискушающими его, является не неверующими ему. Неискушающие и не неверующие. То есть те, кто пытаются испытать, проверить. О, знаете, такой трюк иногда можно прочитать в литературе. Бог, если ты есть, сделай то-то и то-то. Служба по вызову, как пиццу заказать. И является не неверующим ему. То есть зачем ему убеждать тех, кто не верит? Хочется, конечно, чтобы он явился и прямо сейчас навел порядок у нас. Убедил всех, кто в него не верит. Ну, такая воспиталка в детском саду пришла, всех расставила по углам, там всем раздала конфеток, уложила спать. Все хорошо. Взрослые мы. Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, испытание силы его обличит безумных. Неправые умствования отдаляют от Бога, я думаю, понятно. А испытание силы его обличит безумных. Уже гораздо менее понятно. То есть очевидно, когда человек пытается проверить, действительно ли Бог силен, то он может и проверить, но в результате ему это может сильно не понравиться. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Но здесь, видимо, душа и тело — это совокупность человека. То есть нельзя сказать, что это только душа, а там только тело. Значит, лукавство и греховность — то, что препятствует человеку принять в себя Бога. Ибо Святой Дух премудрость и удалится от лукавства, и уклонится от неразумных умств, и не устыдится приближающейся неправды. То есть ровно противоположное. Не воспиталка к нам придет, порядок к нам ведет, а не придет к нам Дед Мороз, если мы себя плохо ведем. Не надо рассчитывать на то, что Бог придет, и всем все даст. И все сделает. Когда мы живем в этом духе лукавства, неразумные умствования, такая интересная, как горячий снег, фигура речи. Оксюмора называется. Как же могут быть умствования неразумными? А вот могут. И устыдится приближающаяся неправда, только даже приближающаяся, даже еще не состоявшаяся, а всего лишь когда человек... А ведь нередко бывает призывают Бога в оправдание неправды. Человеколюбивый дух – премудрость, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами. То есть премудрость здесь понимается как некий дух, который исходит от Бога. Не как качество Бога или человека, а только абстрактное понятие – красота, премудрость или там что-нибудь еще, здоровье. А вот это конкретный дух, который исходит от Бога, и который может человека наказать, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств Его, истинный зритель сердца Его, и слышатель языка Его. Даже то, что ты лишь чувствуешь, Он знает. Дух Господа наполняет вселенную, и как всеобъемлющий знает всякое слово. Потому никто, говорящий неправду, не утаится и не минит его обличающий суд. Ибо будет испытание помыслов нечестивого, и слова Его взойдут Господу в обличении беззакония Его. Даже помыслы. Да, вот этот ряд, который часто можно услышать – дело, слово и помышление. Чем человек согрешает. Но дело это все видят, и результат часто видят. Слово кто-то слышит, а помышление это никто не знает. Но Бог знает и это. И вот здесь уже эта триада присутствует, что даже за помышление, и тем более за слово, человек предстанет на суде. Ибо будет испытание помыслов нечестивого, и слова Его взойдут Господу в обличении беззакония Его. Потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется. Ухо ревности, то есть, ну, можно себе представить такого ревнивого мужа, который тщательно прислушивается к любому шороху, да, там жена с кем-то любезничает. И, конечно, это не совсем то же самое, но, скажем так, слух, который готов услышать то, чего другие не слышат. Ну, единственное, что не нафантазировать, как, наверное, с ревнивцем бывает, а по-настоящему услышит. Итак, хранитесь от бесполезного ропота, в смысле против Бога, и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу. Понятно, что клевета может убивать другого, но, кажется, и самого клеветника тоже. Не ускоряйте смерть и заблуждениями вашей жизни, не привлекайте к себе погибель и делами рук ваших. Здоровый образ жизни, да, занимайтесь спортом, питание, нужно правильные регулярные медосмотры. Да нет, не только. Заблуждения и дела рук, они приближают смерть, ускоряют ее. Бог не сотворил смерть и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительное, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. Какое интересное выражение. Бог не сотворил смерти. Действительно, если мы читаем книгу «Бытия», там не сказано, что Бог ее сотворил. Он предупреждает человека о том, что тот умрет смертью, если будет грешить. Но получается, что смерть и гибель – это даже не наказание от Бога, это, скорее, естественное следствие греха и неправедности. Вот мы уже видим, что эта книга дает такое толкование, ну, в еврейской традиции это называется медраж, на многие места каноническая книга священного писания. Все в мире спасительно, как же так? Нет пагубного яда, ну уж точно есть, много ядов на земле есть, нет и царства ада на земле. К сожалению, бывают в истории мира такие уголки, где точно совершенно царство ада, какие-нибудь концлагеря нацистские. Ну, я понимаю, что это уже избитый пример, но тем не менее, к сожалению, не только они бывают царством ада. Что ты имеешь в виду, автор? Ну, давайте будем читать дальше, может быть, даже не в этой главе мы поймем эту мысль. Все в мире спасительное, нет пагубного яда, когда мы наблюдаем противоположное, прямо противоположное. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. То есть праведность сама по себе бессмертна, а неправда причиняет смерть тому, кто ее творит. Нечестивые привлекли ее, неправду, и руками и словами сошли ее другом и исчахли, и заключили союз с ней, ибо они достойны быть ее жребием. Вот первый ответ. Все в мире спасительно, если ты не привлекаешь неправду. То есть мир создан прекрасным, но человек может привлечь на себя неправду и следствием ее станет преждевременная смерть. Здесь же не сказано, что вообще будешь бессмертным. Сказано, не ускоряй смерть из-за блуждения, не привлекай погибели. Уже интересно, но еще мало. Как же все-таки это понять? Мир, в котором все спасительно. Ну, у нас есть вторая и следующая глава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok